Прислониться к силе всегда есть соблазн. Пример экзотический Мальцев, взятый в тройку Касьяновского парнаца. Почти в каждом выступлении он предлагает импичмент Путину. По Мальцеву видно, что само произнесение этой фамилии в федеральном эфире приводит Мальцева в экстаз, а уж еще и импичмент в сочетании. Так тут держите меня четверо. В политических спорах он считает возможным использовать термины, скажем так, ниже ремня. Мальцев таким образом, как бы взламывая стилистическое дно российской политики, сознательно делая ее пошлой. В политический обиход он пытается ввести фигуры речи и, скажем так, сниженного лексического слоя, чтобы уже все барахтались в словесной грязи. При этом Мальцев от парнаца ведет себя на дебатах столь шумно-бессодержательное, что снижает тем самым ценность всего мероприятия. Спасибо Украине, Россия получила от такого иммунитет. Там ведь на Майдана звучало то же самое. А теперь Мальцев и Парнац предлагают нам это в федеральном эфире уже по-русски. Ну, некоторые говорят, что еще очень важный момент – это педикулез. Ну, всяких гнид мы повыковарим, как только излечим трипер. Дело в том, что... Трипер беспокоит, только трипер вас беспокоит. Да, ну, пока да, пока только трипер. Говоря о границах этически дозволенного в ходе дебатов и избирательной кампании, стоит упомянуть и о границах неразборчивости в связях. Тот же Парнац привел поначалу в телестудию на дебаты свою группу поддержки во главе с Дмитрием Демушкиным, известным нациком. Хорошо, что ультрарадикалы на этот раз хоть были одеты, а то, не дай бог, у кого-то сверкнуло бы пузо в синих свастиках. Это был набор персонажей под стать предводителю. Вообще поражает этот трудноперевариваемый контраст в одном политическом флаконе с биркой Парнац. Внешне благообразный, рафинированный профессор Зубов с бабочкой и свирепо-дремучий дикий Демушкин с наколками. Но это только навскидку. Если учесть, что профессор Зубов из предвыборной тройки Парнаца говорит о Гитлере, то всё становится на свои места. По сравнению со Сталином, Гитлер – это ангел русской истории. Потому что Гитлер при всём желании погубил столько людей русских, сколько погубил Сталин. Досадно, что Сталин не проиграл войну Гитлеру, потому что всё равно бы, в конце концов, союзники бы нас освободили. Но тогда бы англичане и американцы бы нас установили демократию, а вместо этого бы восстановился людоедский сталинский режим. Парни Демушкиным произвели столь сильное впечатление, что от групп поддержки на теледебатах отказались вообще из санитарных соображений. Если не все кандидаты готовы соблюдать политическую гигиену сами, то телевидение им поможет. Без всякого ущерба для свободы слова. Острота дебатов при этом сохраняет высокий градус в прямом эфире.